Здравствуйте, дорогие друзья! На библейский портал Экзегет пришел следующий вопрос. Подскажите, пожалуйста, может ли верующий христианин носить помимо нательного креста также и звезду Давида? У меня есть еврейские корни, для меня крест – символ Нового Завета, а звезда – Давида Старого. Считаю оба символа неразделимыми и являющиеся единым целым. Ошибаюсь ли я? Хороший, интересный вопрос. Надо сказать, что на сегодняшний день звезда Давида является символом иудаизма, а не просто Ветхого Завета. Потому что Ветхий Завет растворился в Новом. В Новый Завет был сокрыт в Старом. Старый Завет был прообразом Нового. То есть теперь это единое целое, понимаемое верно. И невозможно эти две священные книги Ветхого и Нового Заветов как-то разъять, разъединить. И символом каждого из них считать тот или иной знак. Крест – символ обоих Заветов, символ Библии. И те, кто разделяет, к сожалению, эту единую книгу на два вероисповедования, те глубоко ошибаются. Потому что, если уже обращаться все-таки конкретно к вашему вопросу, звезда Давида – символ иудаизма. Иудаизм не то, что не признает божественную сущность Господа нашего Иисуса Христа. Они в большинстве своем не признают даже его историчность, чтобы вообще не иметь предмета разговора. Поэтому, нося одновременно два этих символа, вы тем самым как бы отрекаетесь от Христа. Потому что одновременно носите и символ того, что Христос – наш Бог, и символ того, что Христос – не Бог, что его не было, а придет он со временем. И этого человека мы назовем антихристом. Я не хочу сказать, что звезда Давида – антихристианский символ или даже антихристов. Но это символ иудаизма. И мы найдем в апостольских правилах, в правилах Вселенских соборов огромное количество постановлений и рекомендаций, а то и настоящих убедительных законов, которые запрещают христианам как-либо соприкасаться конкретно с иудейскими традициями. С традициями новой, по сути, религии, которые не узнали своего Бога, распяв его, и отделились. Современный иудаизм формировался где-то к первому веку по Рождестве Христовом. Мы знаем, что огромное количество иудеев, жителей Иерусалима, приняли Христа как своего Бога. И влились в эту первохристианскую общину, увидев, что Христос тот, о ком пророчествовали все пророки Ветхого Завета. От книги Бытия до последних книг. Но некоторые отделились, и мы знаем этих людей как создателей и приверженцев уже новой религии. Так что, по возможности, старайтесь носить только крест, и это никак не означает то, что Ветхий Завет должен находиться в некотором пренебрежении для вас. Чтите его, но помните, что он весь говорил о Христе. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok